Добрый вечер, коллеги! Как меня слышно? Давайте посмотрим и поставим наши динамики, так, чтобы это было приятно, не было эхо, но самое главное, чтобы все слышали. Десяточка, Ирина, спасибо большое, девочки. Ой, всех так приятно видеть, всех знакомых. Очень-очень приятно. Есть немножко эхо, попробую убавить немножечко. Так, как сейчас? Как сейчас у нас слышно? Давайте, подсказывайте. Так, десяточка. Я понимаю, что уже все у нас хорошо начинается. Итак, сегодня мы поговорим о тех секретах, которые будут делать ваши продажи. Всех приветствую, очень приятно, очень радостно видеть, несмотря на то, что поздний вечер. Ну, Москва это еще терпимо, а вот все остальные, я знаю, что девочки ездят с разницей во времени в 10 часов, они даже здесь. Поэтому просто классно, что вы такие, что вы хотите быть успешными и добавить еще много-много нужных знаний для продвижения своего бизнеса. Итак, мы поговорим о моде. И самое главное, это о тех секретах, которые есть во Флоранже. И будем сегодня говорить о белье, о нашем замечательном белье Флоранж. Подскажите, пожалуйста, у всех ли есть каталоги? Особенно у тех, кто сейчас присутствует на вебинаре. Очень важно, потому что будет такой материал, который нам позволит... Ага, Ирина Молоченко, я писала несколько раз, чтобы каталоги, а еще и сантиметровая ленточка, чтобы была. Потому что мы здесь, тут и сейчас можем сильно продвинуться в этом деле. Отлично, даже пишут прямо... Да! Итак, меня зовут Валентина Кмедовская, я являюсь старшим директором компании «Фаберлик». Когда-то мы пришли именно во Флоранж, и поэтому верой и правдой 10 лет все узнавали, применяли, и, соответственно, стали хорошими специалистами в этой области. Почему нам это нравилось? А потому что это красиво, потому что это женственно, и еще потому, что каждый из нас может создать вот это счастье внутри себя и поделиться им с другими. Следующий слайд. Так, Флоранж. Все знают, что это марка коллекционного белья. Но сейчас у нас и не только белье, у нас и бижутерия была, и наверняка кто-то может ее приобретать, даже у кого есть баллы в «Фаберлик-клубе», и он будет настолько доволен, что вот просто ему будут завидовать. Но сейчас у нас есть не только белье, у нас есть одежда из кашемира. И Флоранж – это марка коллекционного белья, и самое главное, что правообладателем этой марки является компания «Фаберлик». И если вам говорят, что Флоранжа уже нет и так далее, не верьте, покажите им наш каталог Флоранж. Покажите, что он буквально недавно вот испечен был, и что это для них, тех, кто знает наш любимый Флоранж. Что такое Флоранж? Ну, я вам уже рассказала, что это то, что делает нас красивыми и уверенными. У Флоранж есть своя библиотека чашек. И кому это будет очень сильно интересно на профессиональном уровне, мы об этом очень сильно поговорим, и вы будете ориентироваться в этом, ну, просто как рыбка в воде. Но самое главное, о чём мы сегодня узнаем, о том, как работать с каталогом, как правильно и быстро сделать замеры, как подобрать нужное бельё, учитывая все особенности. Это формы груди. И самое главное, что не забывайте о том, что у нас есть памятка, которая нас направляет в правильное буквально русло, для того, чтобы мы сделали, ну, на 98% правильный выбор для вашего клиента. Ну, на этом ещё не заканчивается всё. Оказывается, когда мы передаём клиенту это бельё, он может не совсем правильно его надевать. И когда я вижу, как он неправильно надевает это бельё, у меня просто как будто вот ножом по стеклу. Всегда учу своих клиентов или консультантов правильно надевать бельё. И у нас есть множество новинок, поэтому об этом мы поговорим. Так. Ну, девчонки, хочу вам сказать, что нижнее бельё настолько важный атрибут для каждой женщины. Почему? Потому что если на вас надето плохое бельё, которое первое неправильно подобрано, вы выглядите совершенно по-другому. И именно плохое бельё выдаёт женщину издалека. Самое печальное, что это видно всем, но не все вам могут сказать. Именно поэтому надо понимать, что бельё для женщины – это предмет роскоши. И самое ещё главное – это первая необходимость. Кто согласен со мной? Поставьте десяточки, девочки. Так, слышим. Правильно, правильно. Я с вами очень и очень согласна. Это настолько важно. Это может менять жизнь каждой из женщин, потому что не очень многие верят в себя, а именно это придаёт ей уверенности. А состояние того, что ты обладаешь вот этой роскошью, оно настолько придаёт уверенность, что там уже всё, весь мир у ваших ног. Итак, чем хорош Флоранш? А тем, что... Первое. Срока годности у него нет. Есть у меня модели, которые пролежали 3-4 года. Я просто знаю, что является дефицитом в нашем бизнесе. И именно дефициты я всегда покупаю. Потому что женщины, например, с большой грудью, им трудно подобрать бельё, и особенно по такой цене. Именно вчера я была на выставке белья. Называется эта выставка «Линжери стиль». «Линжери стиль», да, это всё о белье. Было великолепно. Но я даже там видела, что именно стилистов по подбору белья не было. Были продавцы. А вот наша задача – стать именно стилистами, стать именно специалистами. Срока годности у белья нет, потому что сегодня я как раз продала комплект белья великолепнейшего на большую грудь, и клиентка не знала, какой размер груди у неё. Она вот с удивлением смотрела на всё это и видела, насколько классно ей это подходит. А он у меня пролежал 3 года. Поэтому то, что нет срока годности у того белья, которое у вас, может быть, осталось, может быть, вам не подошло, но оно новое, вы всегда можете его предложить. Оно не требует специальных условий хранения. Единственное, что, конечно, не надо его засовывать куда-то в ящик и сильно-сильно набивать, чтобы оно, упаси Господь, деформировалось. Такой момент, что все пользуются этой продукцией. Яна, перезагрузитесь, пожалуйста. Звук есть, девочки? Я вижу, Яна, звук пропал. Так, у всех пропал звук? Поставьте десяточки или какой-то... Так, звук есть, значит, не у всех пропало. Так, все пользуются этой продукцией, потому что девочки буквально с 13 лет уже в состоянии носить бюсты. Но самое главное, без трусиков никто не вышел из дома и никуда не пошел. Гипоаллергенная. Наше белье гипоаллергенно. Но когда вы продаете и рекомендуете своим клиентам ту или иную модель, все-таки, особенно это если новый клиент у вас, задавайте им вопрос, нет ли у них аллергии. Потому что они очень часто не говорят об этом, а потом говорят, ой, у нас раздражение и так далее. Поэтому всегда задавайте вопросы. Екатерина, спасибо большое. Да, рекомендуйте девочкам нажимать F5. Второй момент, легкое по весу. Если вы несете буквально даже 10 комплектов, которое может быть как раз на 30 тысяч рублей по объему ваших продаж, да, но это легко, это небольшой пакет, в котором у вас 10 комплектиков всего находится. Ну, красивое белье нравится всем. Согласны со мной? Нажмите десяточку. И следующее, это европейское качество. А все мы знаем, что французское белье – это такой шик. Спасибо, девочки. У кого-то даже 10 миллионов, да, что всем нравится, да. Европейское качество. Все знают, что французское белье – это, ну, это изысканность, это красота, это тот шарм, который нам придает именно белье. Об этом мы поговорили. Следующий момент у нас. Почему многие предпочитают работать так же и с флоранж, или, может быть, кто-то только с флоранж хочет работать, да, есть такие, поговорим и об этом. Потому что цена, качество очень хорошее. Пройдитесь по магазинам, посмотрите, что продается. Ну, желательно по магазинам, можно, конечно, и по маленьким каким-то бутикам на рыночках. Вот. Но вы увидите, что там совсем другое качество будет. И совсем, да, смотрите, во-первых, на наше белье есть гигиенический сертификат международного образца. Вы, если вам это интересно, вы можете запросить у компании его, и вы всегда будете в уверенности, что это сертифицированное белье. И самое главное, ваши клиенты, они будут уверены так же в том, что это где-то не из-под полы достали и не где-то шили. В другом месте, да. Цена хорошая. Если мы приобретаем вторые трусики, в некоторых моделях, запоминаем это, у нас еще скидочка на вторые трусики. Цена на все размеры от 70А до 100ДЖ у нас одинаковая. Немаловажно, что подбор белья, а также и купальников, у нас же есть еще и купальники, независимо. Если верх у дамы большой, а низ маленький, попка, то мы легко это формируем. А ведь во многих магазинах этого нет. Есть только стандарт, и очень многие страдают от этого. В наших моделях есть хлопок. Единственное, 75Б, если это мягкая чашка, в ней нет хлопка. Все остальные размеры в мягкой чашке, в плотной чашке, все они имеют хлопок. И самое главное, что если вы покупаете это белье, ну, вы как клиент будем говорить, что у вас всегда есть возможность, чтобы вам это порекомендовал, подобрал стилист, а именно этому мы и учим. Так, уникальность. Так, мы говорили о том, что у нас большой размерный ряд, 70, так, подождите, я не переключила, да? Нет, это все есть. Широкий размерный ряд. Наши мамы, дочки, внучки, все из одного каталога могут подобрать себе белье. Библиотека чашек достаточно большая, и она именно от Флоранш. Поэтому, понимаете, что это очень важно. То есть никто, ну, если, конечно, они нарушают какие-то договоренности, да, они нарушают, они нарушают законы. Но, в принципе, это наша личная, выкупленная компания и зарезервированная именно за ней. Белье дизайнерское. То есть каждый каталог у вас появляются новые модели, которые разработаны только для Флоранш. У нас есть свой стилист, кто именно этой работой и занимается. Несколько видов трусиков в одной модели. Почему? Потому что бывает, кто-то не носит макси-трусики, да, трусики с завышенной талией, а кто-то хочет, наоборот, низкую посадку, низкие трусики. Или же, ну, стрингов у нас сейчас нет, наверняка они в распродаже, практически все были распроданы. Но танго – это очень красивое белье, и оно тоже нужно. У нас есть замечательное хлопковое белье. Да, может быть, это не так много, но тот, кто приобретает хлопок для себя, он будет приятно удивлен вот этой вот шелковистостью ткани. И самое главное, качеством оно не будет ни растягиваться, ни садиться, то есть с ним ничего не будет. Вот как купили, так оно и будет. Оптимальное соответствие, цена, качество. Да, я об этом говорила, и это очень важно, потому что французское белье, посмотрите по магазинам, оно стоит намного дороже. У нас есть усиленная поддержка в особых размерах до 100G. Это плотная бретелечка, и она не просто плотная, она еще такая уникченная, со специальным составом туда вставлен, поэтому она настолько комфортна, что наши клиенты с удовольствием носят наше белье, и самое главное, что они приходят за ним опять-таки к нам. Так, ну и как продавец, потому что в свое время я 3 года с Флоранж работала, не думала о том, чтобы строить бизнес с Флоранж, а работала только консультантом, и я очень хорошие денежки зарабатывала, делала большие объемы. Почему? Потому что 30% скидка. Сейчас на Флоранж скидка 30% у многих, кто сделал более 50 баллов. И еще, ну просто необыкновенная, приятная добавочка, это комплимент 10% от того объема, который вы оплатили. Ну и я хочу сказать, если у нас стоимость балла большая на белье, то это точно компенсируется доходом, поэтому, девочки, работать с бельем очень и очень выгодно. О том, что оно легкое, замечательно, мы об этом говорили. Каталог у нас сейчас только начал работать. Все модели у нас есть в полном количестве, поэтому делайте ту работу, которая, в принципе, легко делается, потому что показать каталог – это легко, но это сделать надо правильно. Какие инструменты должны быть у консультанта для того, чтобы он правильно и красиво, и самое главное – быстро сделал эту работу? В первую очередь, это каталог. Мы говорили, что каталог – это его величество, потому что он настолько необыкновенно хорошо предлагает продукцию, вместо нас очень часто бывает. У меня в свое время этот каталог уехал в Казахстан, и с этого у меня начался бизнес. Я даже об этом не знала. Поэтому относитесь к каталогу очень уважительно и сделайте так, чтобы большое количество ваших потенциальных, может быть, покупателей или клиентов всегда были с каталогами, чтобы он, возможно, оставался у них, потому что они могут его показать кому-то из своих хороших знакомых. Рулеточка обязательно должна быть, потому что если не будет рулетки, вы будете как без рук. Вы не сможете, может быть, визуально вы сможете посмотреть, какая грудь, но вот уже более точно вы можете ошибиться. А ошибки, они будут просто, ну, чреваты, что вы будете обменивать много, и кто знает, кто начинает только работать с бельем, он может разувериться в том, что у него это хорошо работает. Памятка. Это такой замечательный материал, который необходим буквально всем и каждому, желательно иметь в каталоге, ну, в принципе, это только для личного пользования, потому что вашим клиентам это не надо, они не разберутся в этом. А вот у вас это должно быть в нескольких экземплярах всегда, потому что если вы показали каталог, если у вас есть возможность сразу же вместе с клиентом выбрать ту или иную модель, вы тут же открываете памятку, выбираете, вы говорите, это можно или не можно для этого клиента, и у вас все сточки становятся просто на свои места. Наши каталоги работают 6 месяцев. Вы закупили каталоги, и они у вас, так сказать, вертятся, крутятся среди ваших потенциальных клиентов, среди ваших клиентов, которые уже много всего брали. Поэтому ваша задача, чтобы у вас было много каталогов. Если у вас будет 10 каталогов, и если вы их будете каждые 2 дня давать по новым клиентам, слушайте статистику, каждые 10 каталогов приносят 2 комплекта белья. А мы с вами говорим о том, чтобы сделать 100 баллов, необходимо 7 клиентов, 7 комплектов. Поэтому посчитайте, сколько раз вам надо обернуть эти каталоги, а вложения просто минимальные. Так. Как предлагать флоранж? Я всегда старалась предлагать наш каталог, первое, с какими-то хорошими фразами, видя улыбчивые лица людей. Как правило, мы предлагаем именно таким людям. Но сейчас, поскольку у нас есть замечательная возможность иметь памятки, не только личный опыт, я делаю это таким образом. В каталог я вклеиваю или вкладываю лист, специальный лист, такой бланк, для того, чтобы мои клиенты могли заказывать, сами уже вписывать. Почему? Потому что я не могу с ними быть в тот момент, когда вдруг у них будет свободное время. Они могут взять его домой, они могут посмотреть в обеденный перерыв. А для того, чтобы в свободное время они вписали то, что им надо, вот именно этот лист. И потом, и клиент может быть не один. Поэтому сейчас я покажу, девочки, что это там, памятку. Памятку я вам расскажу, где взять. Так, поэтому каталог, и в него вкладываем специальные листики. Я вам сказала о том, чтобы он отметил все модели, которые ему понравились. Но чтобы он отметил несколько моделей. Далее он вносит в этот листик свои размеры. Те, которые он, ну, как бы носит в обычной жизни. Даже если он не носил флоранж. Если флоранж он носил, он об этом сам скажет. И вот этот вот лист для заказа и специальную шпаргалочку мы отдаем именно нашим клиентам. Что это такое, сейчас покажу. Вот это лист для заказа. Это тот листочек, который желательно вклеить на тонкий скотч. Вы его туда вкладываете, и ваш консультант пишет свою фамилию и имя, телефон, столько моделей, сколько он выбрал. Потому что периодически сталкиваемся с тем, что модель клиенту понравилась, но он, оказывается, носит плотную чашку, а модель и с тонкой чашкой. И поэтому всегда это надо будет потом выяснить. Это уже последующие, как бы, наши разговоры. Второй момент. Страничку, на которой он увидел эту модель. Потому что они могут мне написать правильно название или еще что-то. То есть если он укажет страничку, это будет практически верно. Размер бюста и трусиков, которые он носит. Это тоже важно. Потом мы будем задавать ему вопросы. Запоминайте эти моменты. И у нас специальная памятка вкладывается. Сейчас вот я вам показываю. Это шпаргалочка я называю. Вот именно она помогает определить нашему клиенту, какая форма груди у него. Просто по картиночкам. Потому что, как бы, нам понять, когда ты приходишь, например, в магазин какой-то или в какую-то организацию и оставляешь людям этот каталог, ты не можешь понимать, какая форма груди. Да и они сами не знают. Вот, ну, к большому, как бы, нашему удивлению, они не знают, какая у них груди, какая форма груди у них. И поэтому наша задача им подсказать, чтобы они дома подошли к зеркалу, разделись и посмотрели, какая форма груди, и просто сравнили. Сегодня я буду говорить вам о том подборе, который мы делаем вот так вот, будем говорить на бегу. У нас есть, вот, например, у нас в Люберцах есть офис, пункт выдачи компании Фаберлик. У нас есть примерочная. К нам могут приходить наши консультанты, клиенты, если мы их приглашали. Сейчас мы не будем говорить об этом. Мы будем говорить о том, как мы предлагаем каталог тем людям, которые находятся на рабочем месте. И вот разобрать подетально, уделить им два часа времени, у нас не бывает такой возможности. Поэтому мы максимально должны дать им информацию, по которой потом уже мы, как специалисты, будем отбирать все это дело. Где взять памятку, девочки? Памятка берется у нас на сайте, прямо в личном кабинете. Как всегда опускаемся во всю информацию и точно находим. Попозже прямо расскажу еще раз. Вот. Поэтому видите, как это в принципе просто. Но все эти две странички должны быть вклеены. Иначе они могут потеряться. И у вас не совсем верные будут замеры. Вы потеряете телефоны клиентов. И это может быть вообще полным отсутствием ваших заказов. А для чего мы отдаем каталоги? Для того, чтобы обрадовать людей, для того, чтобы заработать. И вообще, чтобы они были нашими постоянными клиентами. Так. Значит, если вам клиент все заполнил по нашей табличке, да, имя, фамилия, тот размер груди, который, тот размер бюста, который он обычно покупает, и трусиков также, да. Вот. Он вам написал все это дело. То наша задача, первое, прийти и проверить, проверить, когда мы будем забирать свой каталог с теми данными, которые нам оставили клиенты, да. Если есть такая возможность, давайте нашим сантиметрам все замерим. Объем груди, да, обязательно. Сами. Вот самое лучшее, если это вы будете делать сами, и сейчас я вас научу это делать правильно. Объем под грудью. Идем сверху, да. Идем по груди. Объем под грудью. Объем талии и объем бедер. И еще обязательно знать рост вашего клиента. Немножко позже расскажу, для чего это надо. Если у нас нет возможности снять мерки самим, потому что очень часто у вас появляются ваши консультанты, которые находятся в другом городе, или это ваши клиенты, которыми, ну, просто где-то как-то, и вы не можете к ним прийти и снять вот эти мерочки, то тогда нам поможет как раз та табличка, которую они заполнили. Но даже если они не знают своего размера бюста, потому что покупают они в разных фирмах, и мы не всегда можем знать, и они не знают, в каких фирмах они покупают, да. Поэтому нам надо именно предметно определить, какой размер у них здесь и сейчас. И для этого мы просим их либо взять помощника дома, да, чтобы кто-то им помог. Значит, первое, что это надо, что для этого надо сделать? Первое, чтобы наш клиент надел хороший бюст, чтобы он правильно подтянул бретели, чтобы грудь у него не была в самом низу, как это часто бывает, да, чтобы он максимально поднял саму грудку, чтобы она у него была в хорошем, ну, буквально перпендикулярно корпусу тела. Вот, поэтому... Принеси воды мне, пожалуйста. Принеси воды. Будь добрый. Вот. Мне муж подсказывает, что здоровье, нижнее белье – это всегда здоровье. Ну, и красота, конечно же, об этом мы как раз сейчас говорим. Мы спрашиваем, в какой фирме он носит, но он не всегда знает, да. И еще момент. Даже если он знает, обязательно узнать, где он покупает это белье. Потому что меловица, которую очень часто носят наши замечательные клиенты, она находится и в фирменных магазинах, это одно, но это же можно купить на рынке, а это совершенно разный крой, абсолютно разный крой. И поэтому вот такие тонкости, когда вы опрашиваете клиента буквально по телефону, это очень и очень важно. То есть задайте вопрос – рынок или фирменный магазин? В этой фирме какой размер носит ваш клиент? Потенциальный клиент, да? Когда он толком не знает, какие у него замеры здесь и сейчас, просите кого-то из домашних снять мерочки с вашего клиента, да? Если никого рядышком нет, то четко говорите ему, что он должен делать. А для этого, как я сказала, надо надеть хороший бюст, подтянуть бретели правильно и делать уже замеры своим сантиметром. Первое, что надо – под грудью. Первое начинаем под грудью, там, где у нас застегивается корсетная часть, где крючочки. Очень плотненько облегаем весь корпус тела, обходя косточки у бюста. То есть мы должны замерить именно тельце, но делать это обязательно надо именно в бюстгальтере, потому что если они замерят без бюста, это не будут размеры, которые нам нужны для подбора, правильного подбора бюстгальтера. Поэтому меряем под грудью по косточкам плотненько. Если эта дама, ну, будем говорить, мягенькая такая, вот весь жирочек вот этот вот пухленький, он обожмется, и вы точную циферку, вот какая она пришлась, вот сегодня мы замерили, например, 93, мы так ее и записываем, 93, не увеличивая до 95 или до 90, мы четко записываем эту именно циферку. Далее параллельно поднимаем и по верху груди, вот по верхним точкам груди, по лопаточкам второй замер делаем. Это очень важно правильно, вот горизонтально полу. Ваша задача горизонтально полу сделать два замера. Поэтому, когда сделаны вот эти два замера, и именно эти, именно эти сантиметры вам, сейчас секундочку, именно эти сантиметры у вас будут в руках, как бы, вот, вы четко поймете, что то или иное надо именно этому клиенту. Если он делает это самостоятельно, вы знаете, мы часто так жалеем себя, и всегда другие совершенно размеры. Именно поэтому надо пригласить кого-то из домашних, из соседок, чтобы они четко помогли вам это сделать. Так, следующий момент. То есть подбор белья по каталогу, это несколько этапов. Первое, правильно производим замеры. Если вы в чем-то сомневаетесь, давайте перемирите. Форму груди мы определяем, будем говорить, по той картиночке, которую я вам давала. Да? Бюст подобрать немножко сложнее, нежели трусики. Почему? Потому что там много особенностей. С трусиками более-менее ясно, что любит ваш клиент, какой объем беде, наличие животика или попочки, потому что это все маленькие нюансы. Но с трусиками, в принципе, значительно проще. Нюансы посадки белья. Именно об этом нам расскажет наша памятка. Почему? Потому что у каждой модели, которая есть в нашем замечательном каталоге, есть особенности. И это замечательно. Не может быть всех бюстов 90С одинакового кроя, потому что есть особенности у кого-то из-под мышечки, растет у кого-то там грудки вместе, у кого-то в росте и так далее. Нюансов очень много. Вот. Ну и тогда, когда мы уже подбираем белье, правильно надеть, это тоже маленькая наука. Поэтому, девочки, вам предстоит очень многое освоить, но это так классно, когда вы получите собственный результат, а еще больше будете просто в восторге, когда вы будете одевать наших любимых женщин и открывать им их личную красоту. Итак, повторяем, как определяется. Обхват груди – это по верхним точечкам. Видите циферка 1? Посмотрите, видно, вот где я вожу курсором. Поставьте отметочки. Видите, где обхват груди по наиболее выступающим точкам на спиночке. Но самое главное, что этот замер… Спасибо, Марина. Этот замер делается более легким таким, то есть чуть-чуть касаясь спинки. Да, спасибо, Марина. Чуть-чуть касаясь спинки, и уже здесь на груди вы уже легко так обнимаете. Но не все клиенты носят тонкие чашечки. Я вот, например, практически их не ношу. И замерить меня по тонкой чашке это практически невозможно. Поэтому учитывайте это, когда будете записывать размеры обхвата груди. С обхватом под грудью немножко проще. Почему? Потому что мы четко идем под грудью по той линии, где у нас проходит наша корсетная часть, где идет застежка. Поэтому замеряем плотно и, напоминаю, обязательно обойти косточки. Потому что косточки, прямо вот под косточки, на самые тельца, на самые косточки клиента, прямо, вы знаете, по ним проведите сантиметровую ленту и вот это плотненько обхватите. Опять повторяю, что это особенно важно для тех, кто пышненький. Если у них спинка широкая, это будет один размер, один замер точнее, и это ваша корректировка будет по подбору того размера бюста, который необходим именно этому клиенту. А если спинка узкая, а простите, сама грудь большая, вот у этих двух клиентов, у них абсолютно одинаковые могут быть замеры по груди, да, или под грудью. Но самое главное, что ваша задача уже определить, у кого, в какую сторону смещать, у кого в сторону спинки, у кого в сторону груди. Так, обхват талии, ну, здесь совсем просто, можно просто сантиметром по талии, не обязательно и туго затягивать поясочек какой-то. Вот немножко с обхватом бедер, здесь более внимательно. Почему? Потому что это нужны самые высокие точки ягодиц и бедер тоже. И когда вы замеряете, вы обязательно делаете себе пометочку, например, бедрышки невысокие, небольшие, да, попочка тоже небольшая, а вот животик есть. И в итоге, когда вы замеряете только по бедрам и по попке, может получиться маленький размер. Но ваша задача – обязательно учесть животик. все то, что мы указали вот в тех размерах, которые записали четко, там, 93, 94, там, 50 не бывает, 118, не надо ни в коем случае округлять. Все размеры записали, и только потом мы будем выяснять, какой же размер бюста обязательно будем подбирать, да. И еще, когда мы смотрим по размеру груди, будем уже определять по таблицам, желательно выбирать больший размер между двумя размерами. Но сантиметры, которые вы замерили, они должны четко у вас оставаться именно в том виде, который есть. Вот запомните это правило такое. Итак, в конце нашего каталога, для того, чтобы было легко и просто определять, какой же размер нам надо подобрать, вот такая замечательная таблица, в которой есть стандартные размеры бюстов, видите, до 90D-шечки. Второе. Большие и нестандартные – это до буковки Е. Да, от 75 до 100. И второе – это с усиленной поддержкой до 100F и G. Компания для нас постаралась. Наша задача – правильно классифицировать формы груди, размер, замеры. То есть вот такие вот этапы, они должны быть обязательно сделаны при подборе белья. Итак, мы с вами сейчас маленькие примерчики приведем. Вот давайте, откройте каталоги. Если у кого-то есть памятки, тоже возьмите их в руки. Я старалась вам написать об этом, памятки, если есть у кого-то. Если нет, мы сейчас с вами по чуть-чуть это дело проговорим. И вот я просто привела буквально какие-то размеры. Вот представьте, что, например, объем груди у нашего клиента 98. Объем под грудью – 83. Вот пока давайте вот с этими, не будем смотреть объем талии, объем бедер. Как вы считаете, по нашей таблице, какой размер должен быть у нашего клиента? Открывайте страничку. Давайте я сейчас немножко назад пролистну, у кого нет каталогов. Но я надеюсь, что у всех есть каталоги. У кого нет каталогов, девочки, напишите, пожалуйста, я тогда перейду на табличку. Так, видимо, у всех есть. Хорошо. Тогда на работе Елена. Ну, девчонки, так нельзя. Обязательно каталог должен быть у вас дома. А обязательно. Он же работает 6 месяцев. Девчата, дорогие мои. Так, переходим. Вот, пожалуйста, смотрите. У тех, у кого разобрали. Есть один каталог, на котором я пишу «моё». И никому никогда его не отдаю, потому что это как без рук. Итак, мы с вами написали замеры. Значит, под грудью 83 и по груди 98. У кого есть... Ага, вот уже пошли ответы. Девчонки, какие вы молодцы. Так, молодцы, молодцы. Сейчас мы с вами немножечко порассмотрим это дело. Так, значит, берём... Показываю своим курсором. Значит, у нас объём под грудью 83. Вот мы ищем... Вот сюда, да? Вот сюда смотрим. Далее. 98 у нас объём по груди. Кажется, что 85... Ну, вот нету здесь 98, но теоретически кажется 85B. Но весь вопрос в том, что желательно вот под грудью немножко уменьшить. А, ещё вот, девчоночки, я забыла вам сказать. Вы, когда говорите с клиентом, вы обязательно задаёте вопросы им, как они любят носить бельё. Особенно с большой грудью девочки любят носить туго. Туго по груди, вот под грудью они туго любят затягивать себя. А те, кто постарше возраста, все мягенькие в большинстве, они не любят туго, чтобы было. И вот исходя из этого, мы опять-таки с вами будем выбирать. Значит, если у нас, вот этот мы подобрали, 85B, да, но у клиента 83 объём под грудью. И если она сказала, что она любит нормально, не свободно, вот, то у нас есть вариант. Либо мы выбираем вот этот размер 80C, о чём многие написали, да, вот, либо мы выбираем 85B. Всем понятно? Так, формы груди мы ещё не выясняли. Мы пока выясняем размер, который будет у нашего клиента, да. Формы груди – это потом. Далее. Если мы выбираем модель, например, Шелла. Модель Шелла у нас находится на… Открываем потолок на страничке. Сейчас, секундочку. Так, это не та страничка у меня. Ах, и вот так, и я её заложила. Так. Подскажите, на какой… Да, 12-й, Оля, спасибо. Да, я уже как раз её сама нашла. Да. Вот мы сейчас посмотрели, что теоретически мы с вами подобрали для нашего клиента либо 85B, либо 80C модель такую, да. Вот, но мы открываем памятку и видим, что для нашей клиентки этот бюст при его подборе мы должны учитывать, что он маломерен по чашечке. Да. И в таком случае вот памятка именно тогда она очень сильно нужна. Вот. Открываем и смотрим. Модель Шелла. Бюстгальтер. Маломерен на один размер по чашке. Рекомендуется выбрать на один размер больше по чашке. Например, если у вас 80C, значит, нам надо выбирать 80, буковку D. И кто-то из девочек написал, что это будет именно 80D. Правильно. Далее мы смотрим уже ту или иную посадку для какой груди. И именно на этом этапе мы уже начинаем более детально смотреть, какая же грудь у нашего клиента. И именно тогда обращаемся к памятке, которую мы дали нашим клиентам прямо в каталог. И вот смотрим, какая грудь. Она смотрит на себя в зеркало. Она же находится дома. Мы с ней на телефоне работаем. И именно таким образом мы можем подобрать ту модель, которая ей нужна. Сейчас мы не будем говорить о том, какая грудь. Это уже детали. Это уже более детальное изучение нашего предмета, именно стилистики в подборе белья. Поэтому сейчас я рассказывать об этом не буду. Важно, чтобы вы понимали, какие действия в первую очередь вы должны сделать. Первое – сделать правильно замеры или же попросить, чтобы кто-то замерил вашего клиента четко, правильно, плотно в области под грудью, свободненько по линии самой груди и так далее. И потом уже вы будете варьировать, какой размер. Сначала определяем размер, а потом уже четко смотрим те модели, которые она подобрала. И определяем, подойдет ли для ее груди именно эта модель. Но обязательно, давайте я сейчас вот пролистну назад, от той памятки, которую мы давали нашим клиентам. И она же у них, каталог у них, замеры у них. Поэтому вот эту памятку пусть они и внимательно рассмотрят. Да, Татьяна, правильно, памятки. То есть памятка, вот эта шпаргалочка и то, что вам написали или сказали клиенты, или вы сами замерили, вот это и будет отправным моментом для того, чтобы вы выбирали модель, которая нужна вашему клиенту, и соответствующий размер. Потому что в одной модели она может быть, вот в модели Шелла она будет 80D, а, например, вы видите, она будет 80C. И ваша задача – это все учесть. Именно так мы работаем с клиентами. Но поверьте, что когда вы принесете это, не стопроцентная может быть гарантия, что все подойдет клиенту именно так, как он хотел, как вам видится. Поэтому никогда не разочаровывайтесь, особенно если вы в начале познания стилистики белья Флоранш. Так, форму груди. Да, вот именно вот эта табличка, она помогает нам четко определить. Ну, например, если у нас широкая грудка, то смотрим, подойдет ли модель Шелла. Смотрим, на кого подходит модель Шелла. Практически только в трех случаях. Это для широкой груди, далеко поставленной и близко поставленной. И для узкой конусообразной грудки, далеко поставленной. Но если у нас, у клиента есть картиночка, он легко определяет. Но даже картиночка, если есть у клиента, поверьте, что он может определить опять-таки не так. С этим сталкивалось очень много раз. И если есть такая возможность, все-таки, чтобы вы лично вместе с вашим клиентом посмотрели, какая у него грудь. Именно из-за этого, из-за того, что неправильно определена форма груди, очень часто бывают ошибочки. Но это не беда, потому что мы всегда можем сделать возврат и сделать нужный заказ по модели, потому что, когда мы примерили, мы однозначно уже видим, какие нюансы посадки в том или ином бюсте. Так, клиент возьмет одну модель. Так, она ваша надолго. Это разговор идет о клиенте. Конечно, клиент будет долго нашим и практически всегда останется, потому что они влюбляются в наше белье. Итак, поговорим немножечко о чашечках. Какие чашки любят наши клиенты? Плотные, бесшовные. Это универсальные практически. Для тех, у кого, кто любит красивую, высоко, такую посаженную грудь, любят с пушапом. Пушапы бывают интегрированные. Это значит внутри, и он не вытаскивается. Либо интегрированный, он бывает с тремя подушечками. Там, знаете, как посаженные такие подушечки бывают. А съемный пушап – это в виде листочков. В каком случае это хорошо? Когда разные грудки. Иногда можно, наоборот, даже еще добавить этих самых съемных пушек, вот этих листочков, для того, чтобы грудь еще шикарнее сидела. Балконеты. Балкон – это те бюсты, которые можно носить, снимая бретели. Как правило, у них бывает силиконовая окантовочка внутри. Но даже если ее нет, правильно подобранный бюст сидит очень хорошо. Мягкие чашки с Т-образным швом. Запоминаем, что чем больше швов на бюстгальтере, особенно это касается для большой грудки, то тем лучше будет сидеть бюстгальтер. У нас Т-образные швы бывают не только в прямом виде, как бы как буковка Т, но и с специальным подкроем. Это тоже Т-образный шов. И бывает, что и подкрой, и вот этот Т-образный шов, идущий снизу вертикально, это тоже Т-образный. То есть он так сильно интегрирован в Т-образный, что сидеть будет такая модель необыкновенно. Мягкая чашка с вертикальным швом. И с вертикальным швом бывают и плотные чашечки также. И диагональный шов. То есть это такие распространенные виды чашечек, которые действительно позволяют подобрать белье для большинства наших клиентов. Так, форма чашки закрытая. Люди постарше любят закрытые бюстгальтеры, особенно если это большая грудка или грудь мягкая, уставшая. Никогда не позволяйте клиентам говорить, что у них ушки спаниели и так далее. Они вроде бы шутят, но им немножко обидно это. Поэтому, когда вы скажете, что это уставшая грудь, они будут очень довольны и будут применять это слово всегда. Демонстрирующий бюстгальтер с большим вырезом, с глубоким вырезом нравится молодым и клиентам, у кого грудь такая крепкая, красивая. Поэтому замечательно, если они выбирают такие. Ну и демонстрирующий бюстгальтер Балканет, мы с этим всегда говорим, что это действительно для тех платьев, у которых нужен весь открытый верх. Да, это всегда интересно. Типы чашки. Бывают чашечки мягкие и бывают чашечки плотные. Это как бы нам всегда выясняйте с клиентом. Почему? Потому что он смотрит на картинку, он может не понять, какая это чашечка. А туда, в конец нашего каталога, он не всегда посмотрит. Он даже не определит, что это надо туда посмотреть, чтобы понять, какая это чашечка и так далее. Следующий момент. Наши швы на чашечке. Я вам говорила, что чем больше швов, тем более интересно будет сидеть бюстгальтер. Т-образный шов сидит великолепно. Комбинированный. Если у нас есть горизонтальный шов и какие-то еще подрезы. Но все швы на наших бюстах, да и вообще на всех бюстах, надо смотреть изнутри. Очень часто клиент говорит нам, сверху смотрит и говорит, нет, 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 мне это не подходит. А там кружево, оно нашивается как-то очень красиво, да, одно на другое. И они говорят, нет, 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 нам такие швы не подходят. Мы говорим, давайте, мы заглянем внутрь. Когда мы показываем изнутри, как выглядит наш бюстгальтер, он может оказаться бесшовным. Или с вертикальными швами внутри, или с горизонтальными швами внутри. Может быть, даже так же и снаружи, особенно в мягких чашечках. Это хорошо, конечно, видно. Вот, он как раз убедится в том, что мы профессионалы, и вы выберете именно то, что надо, учитывая все его потребности и, как бы, пожелания. Так, вот они наши швы, да, Т-образные. Видите, вот он и диагональный, и здесь вертикальный. И это Т-образный шов. Шов горизонтальный, да, вот оно. И вертикальный шов, он сближает, как бы, грудки и поднимает кверх. Бесшовный бюстгальтер. Бандо, как правило, тоже бесшовное, но иногда бывает оно с вертикальными. Опять-таки, смотрим внутрь. Бюстгальтер с мягкой чашечкой, да, он иногда бывает бесшовным. Это сейчас модно, но в наших, вот, в данной модели, в данном каталоге этого нет, чтобы был с мягкой чашкой и бесшовной. Демонстрирующие балконы и, опять-таки, демонстрирующий бюстик с глубоким вырезом. Видите, с глубоким вырезом. Это любят, как правило, с пышной грудкой и молодые клиентки. Так. Но даже если вы приобрели хороший бюстгальтер, бюстгальтер, никогда не давайте вашим клиентам надеть его, и чтобы они потом вышли и сказали, нам он не подошел. К сожалению, очень многие неправильно надевают бюстгальтер. Я сталкиваюсь с этим даже у наших консультантов, к сожалению, к великому, что они спереди застегивают, чашки у них сзади, спереди у них застежка, и они начинают как холохуб крутить этот бюстик. У меня это вызывает просто вот негодование. Я не могу этого видеть. Я быстренько это вот все в свои руки беру, и мы учим делать это правильно. Почему? Потому что это сохранность бюстгальтера. И самое главное, что вы тогда правильно наденете бюстгальтер, и вы будете понимать, насколько правильно он подошел. Итак, как мы его надеваем? Надеваем спереди чашечки, а потом руки на спину, и внимательно ищем крючочки. Крючочки застегиваем для начала на самые первые, самые-самые как бы дальние крючочки, которые с самого края. Не дальние туда, к бретели, а именно с самого-самого края. Вот. На них застегиваем. И если это вам как бы будете свободно, то вы можете немножко дальше перестегнуть эти крючочки. Но в принципе обязателен вот этот вот вариант. Вы сначала спереди надели, потом застегнули, и опять-таки вот в этом же наклонном положении вы взяли и левой рукой правую грудь полностью из-под мышки собрали и прямо вставили над косточкой. Вы знаете, как важно, чтобы вы сделали именно это? Потому что очень часто клиенты надевают, если они стоят вертикально, они надевают бюст, и получается, что у них под косточкой часть груди прижата, а сверху такая свобода. И они вам говорят, нам этот размер не подходит, он нам велик, а на самом деле он может им оказаться даже маловато. И об этом я тоже часто говорю. Почему? Потому что, ну, на примерках это происходит сплошь и рядом. Именно поэтому важно, первое, желательно самой быть на примерке, чтобы ваш клиент увидел, как садится эта модель. Надеть правильно, полностью вложить именно в чашечки, вот эти ягодки, грудки, вложить в эту корзиночку нашей чашки бюстика. Вот. И тогда застегнутые, поднятые бретельки, и тогда будет видно, правильно, неправильно, свободно, несвободно, хорошо, удобно. Вот тогда только у вас будет полное понимание, как сидит та или иная модель. А если вы клиенту принесли несколько моделей, то у него есть, и у вас также для сравнения, все познается в сравнении, у вас есть вариант для сравнения, что лучше, что хуже, и какие акценты. Так, нюансы посадки. Значит, то, из чего состоит наш бюстгальтер, да, мне очень нравится самой, и, кстати, это нравится очень клиентам, ягодки. Итак, нюансы посадки. Чашечки. У нас бюстгальтер состоит из трех, как бы, таких частей. Частей в бюсте очень много, но это три основные. Первое – это сама чашечка. Второе – это корсетная часть. И третье – это бретель. И то, как мы посадим все это, будет как раз гарантировать правильность подбора нашего бюстгальтера. Вот на этой картиночке, что у нас? Вот здесь вот как бы мы надели, да, бюстгальтер. Неправильно он надет, это сразу видно, что здесь как-то свободно все это вниз, как-то опущено, да. Смотрим на эту же даму, видите, с маленьким размером бюста. У нее вся грудь выплала отсюда. И соответствующие части подмышечкой, да, вот этого нашего замечательных плюшечек, они тоже вышли оттуда. И если мы сбоку смотрим, ну, это, простите, сразу же будут бугорки. О чем это говорит? Говорит о том, что чашка мала. И это будет видно, если вы действительно правильно, прямо из-под мышки, в наклонном состоянии подберете грудь. Если она, эта клиентка, будет надевать этот бюст вертикально, она может этого не увидеть. И вот то, что здесь наплывами, оно уйдет вот сюда под грудь, и ей даже может быть вот здесь свободно. Поэтому, как вы, так сказать, наденете, такой результат вы и увидите. И вот правильно надетый бюст, видите, здесь все хорошо, здесь и корсетная часть на месте, и грудки поставлены как бы в нужном положении. То есть мы запомнили, что чашечки, это первое, на что мы смотрим, как у нас поместилась грудь в чашечках. Второе, мы смотрим на корсетную часть. Если вы даму с большими замерами, у которой, например, замер там 98, да, если вы ей дадите бюстик, например, в 100, он будет, я уверена, просто он будет на ней вот так вот сидеть, он будет уходить на лопатки. К великому сожалению, очень часто летом вижу на молоденьких девушках, которые себе, ну, как бы они вот в метро видишь, на улице видишь этих девочек, она худенькая, у нее, казалось бы, с грудкой еще никаких вопросов и особого подбора, там, может быть, даже и не надо, но бюст уходит на верх лопаток, и это настолько бросается в глаза. Я думаю, что, я вам говорила уже, что все видят неправильно посаженное белье. Поэтому избегайте этого, и, как правило, корсетную часть лучше взять в меньшую сторону на пышечках, но на девочках худеньких, у которых одни косточки, если у нее замер, например, 72, лучше будет взять 75. Почему? Да потому что ей нельзя вот эти косточки, ее сильно зажимать, ей будет однозначно некомфортно. То есть у пышечек мы можем уменьшить корсетную часть, видите, это важно очень, а у девочек худеньких, наоборот, в сторону увеличения подобрать бюстик. Вот здесь написано, что корсетная часть должна располагаться четко по горизонтали, но если она вам мала, то у вас, простите, будет много наплывов, вот эти плюшечки, они будут расстраивать не только вас, вы видите со спины, но и клиента, потому что это он точно увидит, а когда все правильно подобрано по максимуму, то вот это все будет ровненькое. Поверьте мне, что это так. Следующий каталог и третья часть, которая очень сильно влияет на то, как подобран бюстгальтер, это брители. Кстати, почему я вам тогда говорила, что рост очень важен для подбора белья? Потому что как для высоких, так и для невысоких, да, это является одной из причин неправильного подбора белья или отказа от покупки. Вот смотрите, если брители не пережимают верхнюю часть плеча, то это правильно, они не давят, они не вызывают дискомфорт. Но если грудь тяжелая особенно, и бритель вы для того, чтобы поднять грудку выше, а это очень часто происходит, когда неправильно подобрана корсетная часть по объему, да, дама хочет, чтобы у нее грудь была на уровне, да, и она пытается поднять за счет брители. Во-первых, происходит сдавливание вот этого плеча, здесь так или иначе проходят различные сосудики. Вот, второй момент, она задирает сзади корсетную часть, и все равно бюст сидит плохо. Вот это понятно, девчонки, что влияет на то, как правильно надет бюст. Поставьте мне свои заметочки, если вы поняли это, от пяти до десяти. Значит, о чем я говорила? О чашечках, о корсетной части и о брителях. Вот то, на что вам надо обращать внимание. Это очень важно. Начните с себя, потом поймете, потому что, когда вы надеваете на себя, попробуйте подтянуть бритель сильно, поймете, насколько это вам неудобно будет. Вот. Хорошо, девочки, спасибо большое за оценочки. Так. Ну, как бы об этом мы поговорили. И еще разочек подберем размер и грудь. Давайте мы сейчас до конца дойдем, а потом я выйду на ту табличку, и мы с вами в любом случае подберем. Да, давайте. Трусики. Вот замечательно, что у нас трусики бывают разные. И макси, и танго красивейший, с красивейшим кружевом. И слипы. Потому что любая попка будет у нас одета. Даша, да, согласна. Оказывается, неправильно. Да, Вилли. Ой, слушайте, как мне приятно, что вы сейчас нашли вот этот маленький ключик для того, чтобы избавиться от дискомфорта, для того, чтобы приобретать здоровье. Но самое главное, что вы будете это рекомендовать другим, а это дорогого стоит. Так, слипы нам тоже нужны. И при замере, я вам говорила, что нам надо замерять талию, нам надо замерять бедра, мы всегда учитываем, какой у нас клиент. Животик. Попочка. Попочка тоже бывает разная. Бывает плоская попочка, небольшая, да, а бывает бразильская красивая попка, на которую, простите, нужен объем. Именно это мы учитываем при подборе трусиков. Учитываем и в замерах. И когда подбираем уже непосредственно ту или иную модель, мы понимаем, что если дама у нас с большим животиком, мы спрашиваем, кстати, еще надо обязательно спросить, как дама ваша носит трусики? Кто-то даже с большим животиком, да, с бедрышками, они носят под животиком, да, и носят именно низкие слипы, да, внизу. Тогда вы говорите, хорошо, здесь даже можно подобрать размером меньше, да, ну, посмотрите, если размер такой на границах, да, вы здесь можете выбрать даже либо в меньшую, либо наоборот в большую сторону. Здесь вот очень много нюансов, которые вы должны учесть, прежде чем делать заказ клиенту. Или если вы не уверены, то заказывайте два варианта. В любом случае вы убедитесь, что это подошло, что это понравилось вашему клиенту. Заговорилась я с вами. Спасибо, спасибо, Юлия. Так, итак, ну, мы поговорили о том, как подобрать белье. Потеплее сделай мне, пожалуйста, водичку. Кстати, это как раз говорит о том, что надо сейчас заказывать нам все антиоксиданты для того, чтобы быть здоровыми, потому что инфекция ходит. Игорь, не надо оттуда, из термоса. Из термоса. Из термоса. Спасибо. Да. Коррекционное белье. Сейчас по зиме это очень важно. Во-первых, холода. Во-вторых, люди готовят красивые предновогодние или новогодние платья. Они бывают, как правило, тоненькими, потому что все происходит где-то в помещениях, не просто на улице. И если это какой-то тонкий трикотаж, то любые трусики, которые у нас с резиночками, они сильно обтягивают, и они могут даже не сильно обтягивать, но резиночка будет выдаваться. И в этом случае нас будет спасать наше коррекционное белье. Первое, что предлагается под красивое платье, это вот такое коррекционное платье, которое очень красиво, но степень утяжки у него небольшая. То есть, если вы какие-то трусики, которые не стягивают сильно, надеваете, надеваете чулочки, и надеваете это коррекционное платье, надевать обязательно надо через ноги. Девочки, как купальничек, надеваем, полностью распределяем по телу и получаем свой замечательный результат. То есть, у нас ни одна выточка, никакая перетяжечка на теле у нас не будет. Для этого у нас как раз и есть наше замечательное коррекционное белье. Далее. Если нам надо утянуть, ну, не утянуть, а скажем так, я обожаю вот боксеры с завышенной талией. Почему? Потому что, во-первых, хороший размерный ряд. И я вам расскажу много тонкостей об этом белье, которые желательно запомнить. Они классные. Они подходят буквально всем, кроме таких худышек-худышек самых, которые 44-го размера. Эмочка подойдет всем от 46-го размера до практически 50-го. Важно знать, как любит ваш клиент. Если туго, то на 50-й размер смело можно взять и эмочку. Но правило для этих боксеров такое на размер меньше. То есть это будет всегда комфортно, но есть наши клиенты, которые любят туго. Тогда мы уменьшаем на два размера однозначно. Цвета черный и телесный. Черный, как правило, приобретается зимой. Телесный, как правило, летом. Чем хороши эти боксеры? Летом в них не жарко. Те, у кого трутся ножки, они спокойно их носят, не потеют. Поверьте мне, у нас клиенты в 30-ти градусную жару на свадьбе не запотели. На них было надето платье из льна, и на этом платье не было никаких вот этих вот потных пятен. Чего не было у других, кстати сказать. Поэтому нам клиенты об этом рассказывают, и мы рассказываем это вам, чтобы вы несли эту информацию дальше. Зимние боксеры, так сказать, я вам сказала, черненькие. Зимой в них совсем не холодно. То есть, если вы работаете на улице, приглашаете, флешмобе участвуете, да, сейчас не сильно теплая погода, вот, тогда вы можете не замерзнуть легко-легко. Ну, и второй момент. Если у вас, значит, платье за какое-то обтягивающее, вы легко надеваете эти боксеры, надеваете бюстгальтер. Если дама с невысоким ростом, она смело вот эту вот верхнюю часть подсовывает под бюстгальтер, и вы получаетесь, как в таком вот, как будто на вас надет комбинезончик такой специальный, корректирующий, да, и у вас получается необыкновенно стильно, трусики туда не надо надевать, у вас ни одного шва не будет. Надеваете чулочки, то есть, ваш атрибут чулочки, боксеры, бюстгальтер и сверху платье. Все, вы красотка, идеал просто. Поговорим о трусиках-слипах с завышенной талией. Это тоже хорошие трусики, вот, и они с плотной частью, вот здесь, видите, здесь нарисована такая в окружности, там более плотная. Но, если у клиентки такой низкий животик, да, бывает низкий животик, а бывает высокий, который прямо от груди начинается, так вот это если низкий животик, эти трусики обязательно будут скатываться у них, и поэтому их лучше не брать. Если клиент хочет только получить вот утяжку животика, и если тем более невысокого роста, легко подобрать их, опять-таки, под бюст. Но в большинстве случаев, если какой-то нестандарт, вот животик, например, они могут скатываться, поэтому здесь надо примерить. Клиенту, если он доволен, то продать. Если скатывается, не продавайте, не... Потому что в последующем у вас клиенты ваши отложат это и скажут, нет, ваше белье не очень хорошее. Нам это не надо. Нам надо только то, чтобы они приобрели, что им нравится. Далее переходим в более плотные утяжки. Видите, у нее один, два, три. Вот здесь надо очень аккуратно работать. Почему? Потому что здесь идет четко в размер. Но учитываем обязательно, какие бедрышки. Потому что если бедра большие, а талия маленькая, например, то у клиента будет... Мы уже будем подбирать только по бедрышкам, то на талии будет это свободно. Если небольшая разница, это легко пройдет. Но если разница большая, то как бы это не будет комфортно. И чем они хороши? Мало того, что это плотная утяжка, еще здесь есть силиконовая ленточка, которая вот точно у вас не сбросит, не скрутит эти трусики. Поэтому кому важно вот это вот присутствие плотности вот в животике, в зоне живота, пожалуйста, приобретайте эти трусики. Но у тех, у кого есть бедрышки мягкие вот эти вот, будет ушками такими, это будет перетягивать. Поэтому в этом случае лучше подойти и выбрать боксеры. Они ровно такие же. Внизу у боксеров ничего не будет вот как бы отпечатываться. У нас многие дамы даже под брюки это надевают. Вот, и это не отпечатывается. Ну, если очень тонкие брюки, то, конечно, это будет видно. Но, в принципе, это все очень и очень комфортно. Итак, если мягкую утяжку со степенью утяжки 1 мы выбираем в боксерах в меньшую сторону даже, то есть размер 2ХЛ вы легко наденете на 3ХЛ. Легко просто. Вот, и еще смотрите, как надевать наши боксеры и вот эти трусики с силиконовой вот этой ленточкой. Выверните ее как бы наружу, она же внутри у нас проходит, чтобы не ерзать по телу, то есть трудно будет надевать его. Выверните наружу этот и легко надеваете вот эти трусики и шортики. Поэтому, девочки, коррекционное белье должно быть у каждой. И поверьте, что если вы порекомендуете вашим клиентам это, и они это приобретут, ну, у вас будет много-много рекомендаций от них. Смело спрашивайте это. Вот, и еще. Когда вы надеваете наше коррекционное белье, даже если оно с легкой утяжечкой, вы почувствуете, насколько это комфортно. То есть, кстати сказать, те клиенты ваши, которые много работают, много на ногах стоят целый день, это парикмахеры, да, любые другие профессии, вот, вы рекомендуете наше белье, вот коррекционное, хотя бы легкое для начала. Так, итак, следующий момент. Какие у нас доходы? Мы с вами так долго, вы еще не устали, девочки? Доходы. Почему выгодно работать с флоранш? Потому что хороший доход. С одного комплекта у нас 960 рублей. А если мы предложим двое трусиков, а это правильно, это не потому, что мы хотим заработать, а это правильно. Трусики мы стираем часто. Поэтому наша задача сделать так, чтобы этот комплект у нашего клиента надолго сохранился. Если вы два комплекта, один, например, себе приобретаете, другой вашему клиенту, то у вас и доход, и экономия, и еще плюс вы получаете, как бы на ваш комплект идет очень хорошее... Даша, спасибо, еще час. У нас будет возможность, будет еще много вебинаров. Вот, то есть вы видите, какая хорошая сумма заработка. Замечательно. И самое главное, вы легко доставляете это вашим клиентам, даже если вам приходится туда сходить. Выгода. Комплект стоит 3, 198, да? Ну, 3, 200, грубо считаем. Вот. Если мы с одним... С одними трусиками, это 14,92 балла. Но если мы предлагаем вторые трусики, то у нас сразу 26 баллов. Тогда сколько нам на 100 баллов продать надо? Четкий расчет. Либо 7 комплектов, либо 4 комплекта с двумя трусиками. Вариации возможны. И это только на белье. Ваша выгода от продажи замечательная. Значит, вот она выходит. 6,716, 30 процентов, да, мы скидываем, потому что все, кто здесь находится, наверняка делают 50 баллов и больше, а лучше 100. Мы сейчас. Вот. 10 процентов мы получаем комплиментом от Флоранш, а это тоже дорогого стоит, потому что в следующем каталоге, и смотрите, комплимент сохраняется, два каталога следующих. Вот помните об этом. Потом не жалуйтесь. В крайнем случае, если пожалуете, наша компания всегда идет вам навстречу, поверьте. Вот. Но комплимент, он тоже дорогого стоит, и вы практически себе приобретаете бюст один. Если вы делаете хорошие закупки, да, бюст себе бесплатно. Ну, вообще, это находка. Ну, и плюс еще заработок с группы, да. Пожалуйста, вот такой вот доход. Ну, классно. Я считаю, что это здорово. Супругу передаю, что он молодец. Хорошо, спасибо большое. Итак, какие у нас выгоды? Если мы делаем от 50 баллов, а сейчас практически многие хотят сделать 100 баллов для того, чтобы быть в теме наших всех выгод, да, то в следующем периоде ваша скидка на продукцию Флоранш 30 процентов. Плюс акция комплимент. Приобретая продукцию Флоранш от 6 тысяч, это та цена, которую вы оплачиваете. То есть, грубо, мы вот так вот там прикинули, на 9 тысяч три комплекта вы покупаете, 6 тысяч оплачиваете, и с этих 6 тысяч у вас будет как раз 600 рублей комплимент от Флоранш. Понятно это? Надеюсь, понятно. То есть, комплимент используем, напоминаю, два периода на продукцию Флоранш следующих после основной вашей закупки. И для самых активных мы участвуем сразу в двух акциях. После того, как мы делаем 50 и более баллов, у нас выгода Флоранш до 40 процентов и 26 процентов на всю остальную продукцию. Замечательно. Ну, а те, кто идут на пылесос, а те, кто приглашают активно своих новых консультантов, и те так же делают, ну, те вообще на очень и очень большое замахнулись. И наверняка это получится. Итак, что такое коллекция, наша коллекция Флоранш, Парижский шарм. Это 6 моделей пушап. Это то, что нравится многим. Это две модели Балконет. Запоминаем, что Балконет в нашем каталоге маломерит на одну буковку. Поэтому очень внимательно подбираем размер, чтобы потом не бегать. Два раза к одному и тому же клиенту. Да. Мягкая чашка 10 моделей, плотная чашка 5 моделей и усиленная поддержка. Супер цена, супер размеры, супер модель. Девчонки, я вас поздравляю. Списывать комплимент как будут? Да, они вам скажут о том, что у вас комплимент учитывается, поэтому вы сами это увидите, а это очень и очень приятно. Так, девочки. И что у нас дальше идет? Значит, каталог Флоранш. Запоминаем, что минимум 10 каталогов у вас должно быть. Один лежать дома. Днем, утром, вечером должен лежать. Напишите слово «моё». Один носите у себя в сумочке, куда бы вы ни пошли. В магазинчик, куда-либо. Это для того, чтобы, если вдруг у вас какая-то оказия, находится замечательный клиент, которому это интересно, чтобы вы могли ему дать. А вообще минимум 10 каталогов. И в этих каталогах 18 новых моделей нижнего белья. В двух цветах 4 модели. Итого 22 комплекта, которые просто радуют нас и наших клиентов. И плюс еще 10 моделей из предыдущего каталога. А корректирующее белье, как оно важно именно сейчас в зиму, это сказка. 5 модных палантинов. Вы знаете, как быстро они расходятся? Важно просто подержать его в руках. И вы точно купите сначала для себя, но то, что приобрели для себя, показывайте своим клиентам. Кстати, одна фишечка. Если вы хотите серьезно работать и очень серьезно зарабатывать, а я вам показала, что очень хорошие заработки с бельем флоранж. Значит, первое. У вас должно быть несколько моделей в разных размерах и вязах. Первое. 75Б – плотная чашечка. Это то, что вы можете прийти в организацию и примерить тут же. Значит, 3 модели я вам говорю, когда вы хотите профессионально работать на холодном рынке. 75Б – плотная чашечка. Трусики вы можете любые. Танго или слипчики. Далее. Либо у нас идет 80С, тоже желательно плотную чашку и формованная чашечка. Раз. И дальше мы либо приобретаем что-нибудь 85Д, либо 90С. То есть, придя в организацию, вы видите, какая перед вами дама и приблизительно к ней вы предлагаете ей то, что ей близко. Например, вы видите, что на даме где-то средний размерчик, 48, да, например, вы ей предлагаете примерить 80С. И там уже именно по этой любой модели, поверьте мне, для начала любая модель подойдет. Вот. Вы видите, какой размер у нее, какие нюансы, где какие ушки, где какие плюшки, где какая грудочка. Вы это все увидите сразу. И после этого вы легко выбираете модель. Если вы видите, что дама плотненькая, где-то 52 размера, вот, замечательно. Вы ей предлагаете 90С. Если, конечно, у нее там 90Е и Ф, ну, вы точно не войдете, вы сантиметром просто замерите. Но, по крайней мере, вы всегда покажете образец, где они видят качество белья. И после этого они легко вам доверяют. У нас мужчины работали с бельем, имея в кармашке только одни трусики. Они давали девушкам посмотреть, те убеждались, что это хорошее качество, сравнивали с картиночкой, буквально прикладывая. Все, получался суперрезультат по заказам. Итак, я вам так много рассказала. Полтора часа нашего времени пролетели просто на одном дыхании. Вот, давайте чуть-чуть поговорим, снова напомним о том, что важно учитывать. Мы сами делаем замеры или просим, чтобы кто-то четко сделал это. Правильно классифицируем форму груди. Это немножечко на теплом рынке уже, когда мы можем пригласить соседку. Если мы работаем на холодном рынке, это уже чуть дальше вот это, отходит вот этот момент, но без этого мы никак не обойдемся. Сначала замер, потом показ каталогов. Опять-таки, это только на теплом рынке. Если у нас рынок холодный, мы показываем каталог, заинтересовываем, а потом делаем замеры. Памятка обязательно нужна. Обязательно. И еще, как вы будете продавать, если вы не носите наше белье? Поверьте, сначала для себя, с тем, чтобы вы легко и просто сказали, я ношу это белье, я для себя его подобрала. И теперь я точно знаю, что надо другим. Каталоги у клиента оставляем не более чем на два дня. Вы должны быть идеальны, да? От вас должно быть хорошо пахнуть. Пальчики хорошие, да? Маникюрчик. У нас шикарнейшие лаки, особенно гель-лак вот этот вот. Я его просто обожаю. Ведите свои рабочие записи в блокноте, не на листочке. Листочки теряются. Когда вы продаете клиенту вашему, чековая книжка должна быть. Почему? Потому что это ваша картотека клиентов, это ваша база. С ней обязательно... Это легко делать. Но самое главное, вы всегда помните размер. И если вдруг клиент исчез у вас на годик, когда он хочет заказать, ваша задача вспомнить это. Мы как профессионалы, мы все помним. Они не помнят, мы помним. Но самое главное, вы только спросите. Вы в том же размере? Вы в том же весе? Потому что вот буквально недавно у меня клиентка заказала, она приехала из Казахстана. Она говорит, я-то помню ее размер. А оказалось, что она сильно поправилась, когда я принесла ей тот же размер. А я сделала ошибку, я ее не спросила об этом. Поэтому, девочки, у нас очень много таких маленьких вопросов, которые на 100% выведут вас в правильную покупку. Делайте, постоянно корректируйте список своих клиентов. Но о том, что мы будем с ними внимательными, это точно так. Корпоративная атрибутика Фаберлик. Обязательно наши пакеты дарите в наших, точнее, продавайте в наших пакетиках. И еще, всегда имейте при себе влажные салфетки. В течение дня мы потеем, появляется неприятный запах. А примериться надо. Поэтому вы достаете салфеточку, протирает ваш клиент все влажные места, спинку, подмышечками, где там надо, они протирают. Две салфеточки даете. И все, вы смело можете ей дать примерить это белье. Так. Ну и тогда мы будем точно успешными. И самое главное все вместе. Девчонки, я вас поздравляю. Мы так много всего сегодня, я вам рассказала, мы так много всего задали вопросы. Плотное, корректирующее белье кому предлагать? Да практически всем, кому надо, именно плотное. Многие любят либо плотно, либо свободно. Поэтому всегда задавайте вопрос. Корректирующее белье на зиму нужно многим. Так, да, это разгрузка спины, это красивая осанка, это, ну это вообще комфортно, честно скажу вам. Так, все, кажется, кажется мы, ага, нет, не вышли мы. Все, девочки, какие-то вопросы есть, я вижу, давайте быстренько. Сколько комплектов белья необходимо иметь в качестве образцов? Уже ответила, девчонки, 3, 75B, 80C и что-нибудь 85D или 90C, вот такие размеры. Но самое главное, что если вы купили себе два комплекта, один из своих комплектов всегда носите в качестве образца, если у вас нет еще возможности несколько комплектов иметь. Так, напомните, как правильно определить размер белья по таблице размеров. Сейчас я выйду на таблицу, и мы с вами посмотрим. Так, дальше, если размер бюстгальтера 80C, то как выбрать размер для пушах? Не надо, читайте четко памятку, просто, если вы видите, что ваш размер 80C, вы точно определили, вы точно все замерили, то вы выбираете ту модель, которая вам нужна. Если у вас одна грудка больше или меньше, выбирайте пушах со съемными подушечками. Почему? Потому что тогда вы можете из одной вытащить, а в другой оставить или наоборот даже из одной вытащить и вставить в другой вкладыш, и все, и тогда у вас будет классно. Запись будет замечательна. Так, повторите, пожалуйста, про низкий и высокий животик. Жалко, что прослушали, но в зависимости от того, какой животик, мы подбираем коррекционное белье. Главное, чтобы он, чтобы наши трусики не скатывались с живота, с этого. Поэтому внимательно слушайте вашего клиента, задавайте ему вопросы, где они носят трусики, то есть, либо по бедрышкам или под животиком, либо высоко. Вот тогда и выбирайте нужные вам трусики. Запись будет, поэтому слайды, про слайды ничего вам не могу сказать. Скорее всего, что это тоже возможно. Вопросы я просмотрела. Так, поэтому, девочки, вас ждет столько всего интересного, поэтому познавайте флоранш, познавайте подборы, необходимые материалы мы обязательно выложим, поэтому будьте уверены, в крайнем случае, если чего-то не нашли, точно спрашивайте нас. Итак, вот памятка, где ее найти, в свой личный кабинет, идете в самый-самый низ, опускаетесь, сейчас, секундочку, корпоративные материалы, ну, в общем, куда-то туда, сейчас я вам не могу сказать, потому что уже заговорилась, вот, поэтому, кто может, да, слайды и памятки скачивайте сейчас, вот они, да, парижские шарм секреты, это вы скачаете слайды, вот, и вот она вам, памятка, девочки, скачивайте все, и однозначно вы будете подкованы, но самое главное, что мы для вас готовим такое, что нас очень сильно продвинет, поэтому всем успеха, сначала начинайте с себя, тренируйтесь на соседках, сестрах, мамах, и так далее, и потом уже выходите в люди, всего хорошего, очень рада, что нравится, что вы познаете многое, будем успешными, и так, показ белья на форуме, включаем, вы также нажимаете кнопочки, все у себя, так, а у меня не нажимается, ага, сейчас нажмем, так, нажмите escape, если вы выходите, так, у меня что-то не видно, все, видимо, вышло, скрип нажимаем, нажимаем escape, а что-то она не нажимается, все, ого-го-го, так, так, escape, ну ты можешь, закрываем все, закрываем, нет, мне надо, а уже не будет, и, 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 все выходим пока сидит отлично